Пандемия COVID-19 привела к резкому увеличению объемов мусора, что существенно сказалось на мировом океане. О том, что делать в сложившейся экологической ситуации и как бороться с проблемой в нашем следующем сюжете. С началом пандемии COVID-19 количество используемого пластика резко возросло, а следовательно и пластикового мусора. Свою роль сыграло как огромное количество используемых средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки, так и распространение доставки товаров и еды из ресторанов и временный отказ от борьбы с одноразовым пластиком. Во всем мире образовалось более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией, из которых уже более 25 тысяч тонн плавают в мировом океане. Съедание людей дома привело к тому, что им и выбросить сложно, и приготовить сложно, если нет продуктов. То есть начался привоз продуктов, начались покупки вот такие онлайн, началось достаточно большое образование мусора, внеплановое, скажем так, за счет одноразового использования посуды. Вот дальше по больницам сейчас ведь тоже из одноразовой посуды кормят. Особенно сильно такой рост пластикового мусора может повлиять на океаны, о загрязнении которых много говорилось в последние годы. По данным ООН, ежегодно в океанах оказывается 13 миллионов тонн пластиковых отходов, только в Средиземном море ежегодно сбрасывается 570 тысяч тонн пластика. А в некоторых частях океана ученые обнаружили в 7 раз больше пластика, чем рыбы. Мне кажется, задачей всех муниципальных органов по весне является уборка вообще, организация работы по уборке территорий, береговых зон, самих рек, водоемов любых от мусора, в первую очередь. По подсчетам ученых из Португальского университета Аверо, опубликованных в середине июня в журнале Environment Science and Technology, во время пандемии в мире ежемесячно используется 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток. Пандемия показала, насколько для всех нас важны системы по переработке и утилизации отходов, и как легко эти системы могут быть перегружены. Елизавета Никисина, Универньюс.